Уважаемые телезрители внимание в эфире проект нам по пути смотрите в оба нам по пути с теми кто проснулся у вас уже отличное настроение возможно уже успели воспользоваться советами которые мы вам даем с утра пораньше как начало дня сделать максимально бодрым и эффективным ну и прямо сейчас продолжается наша прекрасная железнодорожная история вернее мы продолжаем вам рассказывать о железной дороге и собственно напоминаем что это профи проект нам по пути в ходе которого вы можете легко непринужденно стать счастливым обладателем многочисленных приятных подарков от ржд марина что у нас настольная игра стратегия главная магистраль такая очень весомая тяжелая коробочка у нас вообще призов очень много сегодня вот такая сумка в которой удобно будет положить и телефон и значит это такая кошелек груз распределять равномерно видишь отлично плюс у нас есть два блокнота вот таких соблюдая правила безопасности на железной дороге книга транссибирская магистраль поезд отправляется интересные истории красиво и картинки там огонь и это еще не все я вот просто перечислять буду перечислять и перечислять набор для творчества глиняная в общем здесь нужно мастерить для детей плюс еще сумочка как песни человек и кошка сели у окошка и едут куда-то плюс сумочка здесь еще фирменная транссибирская магистраль вот такая интересная собственно очень много подарков лёш что нужно сделать для того чтобы выиграть 233 166 во вторых сегодня упор делаем на юную аудиторию которая должна знать все о мерах безопасности на железной дороге для вопрос это вопросы самые простые будут вопросы будут меры предосторожности и всевозможные знаки которые предупреждают собственно тех кто находится в непосредственной близости от железнодорожных путей 233 166 если у нас кто-нибудь на линии человек который пытается собственно разорить наш призовой фонд алло доброе утро доброе утро как вас зовут дарья дарья откуда вы дозвонились красноярск какой район какой район сфердловский район где-то же в сфердловском где-то рядом сфердловским районам же проходят железнодорожные пути у меня напротив дома вот то есть вы наверное знаете как себя вести тем более неоднократно видели какие-то знаки которые расположены по по железной дороге ну конечно то смотрите смотрите дарья вот допустим такой знак до перелезать через автосцепки запрещено знаете такой знак а вот этот подлезать под вагон запрещено не подлезаете правильно а сейчас мы вам покажем еще один знак значение которого вы нам популярно расшифруете после того как внимательно него посмотрите смотрите на экран что означает вот этот знак он не опаздывает изображение появилось у вас на экране вот такой знак да ну во первых нельзя идти в наушниках молодежь так а вы не молодежь уже я не молодежь а по голосу очень даже молодежь нет нет но может быть есть у вас родственники знакомые или дети молодежь которые как раз ходит в наушниках и как раз вот обязательно и знак вот это сейчас мы вам покажем вы его сфотографируйте прямо сейчас и дочери покажите вы в принципе правильно все ответили я лишь дополню что подходя и увидя такой знак необходимо снять наушники капюшон обязательно снять и не отвлекаться на телефон вот что это значит иначе если вы в капюшоне как вот правильно про молодежь все правильно они же так и делают капюшон напялил эти вот наушники и идет и ничего не слышит ничего не видит а там между прочим может поезд поехать и будет и между прочим я прям могу сказать чтобы между прочим есть таки действительно печальные случаи поэтому и мы вас и просвещаем и правильно вы ответили и выиграли очень много таких замечательных призов и игру и сумку и книгу и очень много я хочу вам сказать что напомнить о правилах на железной дороге переходите пути только в установленных местах и не отвлекайтесь на мобильный телефон снимайте наушники капюшон при переходе к железной дороге ну и конечно не пролезайте под вагонами и не залезайте на них высокое напряжение в контактной сети причинит серьезный вред вашему здоровью будьте осторожны друзья и обязательно рассказывайте эти правила детям